Мы начали, и я хочу сказать, что он имеет некоторую особенность в нашей жизни, этот Ильин. Он оказывается, читается, и наши учителя постановили, в Талмуде об этом говорится, что его читать каждый йом-ри-шом. Вы знаете, что в Шахарите, в конце Шахарита, те, кто читает весь Шахарит, в конце, после Гнуса Хашкина, после Алейну Ишавея, читается какой-нибудь Шир Шельем называется. Шир Шельем. И Шир Шельем, он первый день недели, сегодня утром он читал. И так все время. А также еще, мало этого, этот терок читается еще и когда Сефер Тору заносят в Арон Кодеш, то всегда читает это, кроме Субботы, Субботы читает другое. Видите, какие-то нюансы есть. Но, по крайней мере, значение это очень велико. Мы уже видим, это каждый йом-ри-шом его читает. Это уже что-то такое. Получается, что из Сегелин сколько есть? 150, а дней недели 7. То есть, всего лишь 7 выбраны для дней недели. И этот один из этих 7. То есть, вес его большой. Так, вы начали читать. Я повторю первую фразу. Не будем ее разбирать, просто я повторю. И мы начнем со второй. Это песня была у царя Давида. Мы уже говорили, что когда Ледавид Мизмор, а не как часто Мизмор Ледавид, означает, что Давид Амелов, он вошел в определенное состояние, настроение и так далее. И к нему пришло, как мы сегодня сказали, в переводе с оригинала, я так говорю, Шхина. Пришла к нему Шхина, то есть, ощущение Всевышнего, контакт очень большой, сильный и прочее. И это значит, Ледавид Мизмор. Когда Мизмор Ледавид, то обратный процесс. Сначала ощущения высокие, а потом уже песня возникает. А здесь сначала песня, потом ощущения. Ла Шем Гаара Цула, то есть, Всевышнему принадлежит земной материальный мир. И все, что его наполняет. Тевел, Ва, Швей, Ва, весь космос. Все, что только сотворено. И все, что населяет его. Ла Шем, это там находиться, сидеть, населять. Мы спрашивали в прошлый раз. Если уже Гаара Цула принадлежит Всевышнему, то есть, весь земной мир, весь материальный мир. То что такое Тевел? Что мы прибавляем к слову Тевел? Тевел, как мы говорили в прошлый раз, это слово Билбул. Билбул, то есть, корень Билбул. Балал, Билбул. Смещение. Гаара Цула – это материальный мир. А Тевел – это этот же материальный мир, но для тех, кто не понимает. Гаара Цула – это для тех, кто понимает. Сейчас объясню. А Тевел – для тех, кто не понимает. Какая разница? В слове Гаара Цула мы видим земля Гаара Цула. Материальный мир. Но ты должен понимать, ты человек, понимать, что материальный мир, в котором мы живем, это Лам Газе, это место, где реализуется воля Всевышнего. Мы уже не раз об этом говорили. А АРЭС или ЭРЭС – это слово РАЦОН. ЭРЭС – это слово РЦ. Я буду хотеть. Я буду хотеть говорить Всевышний, и это реализуется. Чтобы мы не думали, что в мире, где мы живем, хоть что-то может быть, как говорится по-русски, хоть один волос может упасть с головы человека, без того, чтобы это был бы РАЦОН Гаше. Ничего нет другого, кроме РАЦОН Гаше. Так тот, кто понимает этого РАЦОНа, а тот, кто не понимает. У него, он живет в мире, который называется ТВ, Билбул. У него путаница. Он не понимает, кто хозяин в мире. У него полно хозяев. У него такой Бог. Бог с памятой Бухты, да? И другой Бог у него. И еще у него изм. И другой изм. И он живет во всех этих измах. И это Билбул у него. Так мы говорим, что тот, кто живет в этом Билбуле, знает тоже, что все принадлежит Всевышний. Он, кажется, надеется, что он узнает потом когда-нибудь. Пока он находится в этом состоянии. И это мы говорили, или, так сказать, в этом плане мы рассуждали в прошлый раз. Я всегда стараюсь еще что-то добавить, чтобы люди, которые были в прошлый раз, получили что-то новое. А те, кто не были в прошлый раз, тем более получат что-то новое. Второй посуд. Кигу ал-ямин ясада. Он основал, дословный перевод сначала. Он Всевышний. Гу это он Всевышний. Основал Ясада, 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 Ота. Ал-ямин. Он основал ее, эту землю, или Олам-Газен. Основал на основе Всемирного океана. Ям это море, Ямин это моря. Это моря. Как всегда, мы только переводим, мы потом уже будем разбирать, что есть и так далее. Мы пока только сам переводим. Гал-ны-город Яфоненега. И он, Яфоненега от слова Мухан, от слова приготовлен, сделан. Он и на реках, Нагар, это быстрая река. От слова Магер, бежит быстрая. Вы говорите, Догер это, скажем, кони, которые мчатся. Сус Догер. Конь, который мчится. И нагар тоже от этого происходит, от быстрого течения. Быстрая река. Река с чистой водой. С чистой водой. То есть, земля основана, держится на морях. Такая туманная трасса. И подготовность жизни, то есть, для жизни несет жизнь, жизнь несут вот эти реки с чистой водой. Они не включат. Значит, как нам понять такую фразу? Мы же, если мы будем примитивно понимать, что земля, на которой мы живем, она находится на морях, то тогда, значит, это нелепость, потому что мы знаем, что это не так, и в таком, это просто не так. Что же Давид Амелов имел в виду, когда он сказал, что Аарес основана на Ямиль. Что это за Ямиль? Интересно. Или город? Мы сейчас что-то новое с вами увидим, необычное. Во-первых, посмотрим немножко с интересной стороны. Аль-Ямиль. Надо было бы Аль-Ямиль, это в ноябрике нельзя так сказать. Никакое понимание устройства мира, никакое абсолютно, на уровне первого класса школы, или университета, или высоких материй, не говорит, что земля находится на воде. Никто так не говорит. Надо было иначе сказать, например, Им-Ямиль или так еще можно сказать Дэ-Рах-Ямиль, если мы вспоминаем начало книги Дэ-Реши, сначала была вода, а потом только суша появилась. Если мы эту сторону понимаем, как там ни крути, Аль-Ямиль невозможно сказать. Что же тогда говорится фраза Аль-Ямиль? И мы, так как иногда уже в некоторых других местах об этом либо говорили, либо намекали, посмотрим Аль-Ямиль и Нас-Ямиль. Посмотрим, какие буквы находятся над буквами Ямиль. Знаете, Аллев, Бет, Гимм, Даллев, так сказать, вниз будем писать. Какая буква над Йодом тогда, предыдущая буква Т. А над Мемом предыдущая буква пламя. И так же опять, я не еще раз юзмем этот Т. Пламя. Что-то, да, цаль-цаль. Что такое цаль? Кто знает, что наибриде стали? Роса. Да, Роса. А что такое? Вы никогда не задумывались о свойствах росы? Вот, например, наша беда, всех нас, я себя знаю, и всех нас, что мы принимаем данность окружающего мира как данность. Мы никогда не задумываемся, почему мир так устроен, а не иначе. Потому что мы привыкли к этому миру. Это одна из проблем человека. Если он к чему-то привыкает, он никогда не задумывается, а может ли быть иначе. Люди, которые меняют мир, они имеют способность задуматься, а может ли быть иначе. И туда они могут прийти к оригинальным решениям и к новым мыслям совершенно. А мы привыкаем так вот и не думаем ничего. Вот роса. Мы не думаем. Мы все знаем законы физики и знаем, что когда воздух оседает пар, и когда температура падает ниже температуры, в которой пар находится, то он конденсируется. Есть такая температура конденсации всегда. Можно в ванной комнате каждый раз убедиться. Открыть горячую воду. Точка росы. Да, точка росы. Совершенно верно. И мы знаем это, мы изучили это в школе и тогда наш ум на этом закрывается. Вместо того, чтобы открыться, он у нас как раз здесь и закрывается. Это наша беда. Нам что-то объясняют, правильно объясняют, нет никакого проблемы. Действительно роса возникает, когда утром температура ночью падает меньше и меньше и когда она падает до определенного уровня и в воздухе была некая влага, появляется роса. Мы выходим рано утром на поляну в лес, и мы находим, что мокрое все, не нужно на поляну выходить, можно из дома выйти, и стекло машин автомобиля запотело росой. и не думаем ничего. А если мы задумаемся, что первичное, что вторичное? Первичное, что так устроено например теория концентрации паров воды и прочее, или так мир устроился, так это устроено? Что Кадош Бару хотел сказать, когда он устроил мир так, что роса выпадала бы, появлялась рано устрою? Что он хотел сказать? Если мы дальше начнем думать в этом направлении, то мы еще задумаемся например, вот зачем. Откроем Федур, Шмуне Исрейс, и посмотрим, что вторая Браха говорит Михаэм Итин о возрождении умерших. Первая Маген Авраам, а вторая Шмуне Михаэм Итин. И что мы там видим? Мы видим, что летом вставка у нас есть Морит Гатан, а летом Морит Гатан, потому что именно летом Тан проявляется, зимой и так идет дождь, а Роса нам интересно летом. И почему-то благодарность за Росу вставляется во вторую Браху из Шмуне и Срей ровно там, говорится про Михаэм Итин возрождение умерших. Так мы видим, что есть очевидная связь. Кому очевидно, кому нет. Нашим Хахамимом она была очевидна. Связь, что они видели Тору, как она есть. видели мир неповерхностно, а глубоко. Что есть связь между Росой и возрождением человека и смерти. Какая связь? Пройдем вперед, но возвращаемся к тому, что я говорю вначале. Когда Роса появляется? Какое время суток? Утром? Перед рассветом? А мы уже говорили много раз. Ни один раз, ни два, ни три, ни четыре раз. Что ночь это символ чего? Голубь. Когда появляется Роса? В конце ночи. Когда голубь кончается. В конце возрождения происходит. возрождение и атомники не может быть изначально, а может быть только в конце. Что мир так устроен. Что это всегда бывает только в конце. Что такое возрождение изумевших? Опять еще один шаг вперед. Помимо что это всегда захватывает воображение, что мы такого в жизни не видели. Еще не было ни одного случая, чтобы человек умер и снова стал жить. Я сейчас не говорю о некоторых моментах, смогли возродить умершего там в случае ребенка или что-то такое. Мы не будем эти моменты затрагивать. Сейчас такие один-два случая, которые встанахи описаны. А так больше мы с вами точно не сталкивались. И никто не сталкивался, чтобы человек умер, а потом снова жить. Если народ говорит, что он умер, а потом жил, это означает, что он просто не умер, а у него были другие состояния. но он не умер, то есть душа его не ушла никуда. Душа ушла за свидание, она уже назад не придет. Это может быть только в конце существования человечества и мира, что называется пхията митки, а до этого не будет. Пророк Ехескель видел это, но как он видел модель, ему как пророку Всевышний показал, смотри, как это происходит. Он видел, как сухие кости постепенно начинают оживать, и еще мало того, еще потом душа вернулась сначала тело установлен, потом душа возвращается к телу. Это пророк Ехескель видел. Отсюда видимо, видимо, значит, есть обоснование в такой мысли, я это осторожно говорю, потому что вопрос очень тонкий, и в Палмуде он обсуждает во все стороны, сюда и сюда как угодно, не так все просто, но некое обоснование можно задуматься и сказать, что, наверное, конец мировой истории может быть только после того, как евреи соберутся на земле Израиля, чтобы тело ожило, и потом тогда будет руах Хадаша, о котором пророк Ишаял говорит, душа будет возвращена в наш народ, другая душа, мы все живые, конечно, но речь отвечает, особая душа будет возвращена, может быть, тогда. Значит, этот момент может быть так, но повторяю, Хамин тут немножко в сторону показывает, мы это сейчас сходить не будем. Что я хотел сказать, что этот процесс окончания Галута и Геулы связан с Росой, то есть выставляется живительная вода, очень чистая такая, и это есть процесс уже самого последнего этапа вообще. То есть мы видим, что Таль это модель, которую нам все вышли каждый день хочет показать, что вы отчаиваетесь, посмотрите, выйти рано утром, ну не спите уж так долго, выйти рано утром, посмотрите, что делается. Каждый раз ночь заканчивается тем, что Роса есть. А Роса это значит намек над Хиатом и Ти. Намек, что нет такого, что ты прожил и уже ушел и все. Наоборот, этот цикл в седьмом тысячелетии должен вернуться для того, чтобы другие дела были, и мы о них сейчас не говорим. То есть сталь это есть символ и модель до чего мир существует. А мир существует до седьмого тысячелетия. Шесть тысяч лет, в котором мы живем, это проздор, это коридор. Реальный мир это седьмое тысячелетие. Так настоящий день это суббота. Шесть дней это не настоящий день, это подготовиться к седьмому день. А человек когда живет реально, это он в субботу он готовится жить. А живет только в субботу. Суббота это жизнь. Остальное только подготовка. Так печально когда люди путают и все наоборот. Все у них наоборот. Там где нужно жить они не живут. Там где нужно готовиться к жизни они делают вид что они живут. Получается фальшивая жизнь. Ничего хорошего не происходит. Сам себя обманул на туда. Так что говорится у нас в этом Лин Ясада он Всевышний основал Ясад Ота то есть землю материальный мир наш он ее основал на принципе Таль Таль и Таль кто-то может сказать Таль который мы видим и Таль который так сказать Тхят и Тим связан и т.д. То есть на Таль на на росе на модели росы основа мира это Ясад Шалгар ты хочешь понять для чего мир существует ты хочешь понять как это все работает и к чему мы стремимся выйди утром посты на росу и ты увидишь символ роса символ конца голубка символ юлы то есть когда Акадош Барагу будет проявлен в этом мире очевидным образом то есть Шкина вернется изголубка и это есть принцип юлы пожалуйста и это связано с переходом к 7-му тысячелетию о чем немножко сбоку намекает нам недельная глава наша но мы сейчас не будем разбирать Баяк Хелл и набирает намекает само слово Таль что такое Таль рассад все знают посмотрим на Таль с другой стороны чуть-чуть Дематрия слово Таль 9 и 30 Тат Тет Ламет Тет Ламет это сколько 39 Ламет Тет Мелоход 39 Мелоход 39 принципов деятельности человека которые в субботу 39 категории которые запрещены в субботу сжигают сжигают там варить ломать шить строить писать все это нельзя делать в субботу сколько у нас таких основных элементов в субботу 39 Ламет Таль то есть мы видим что Таль это возрождение изумерший Таль это намекает на субботу суббота это седьмой день возрождение изумерших это седьмое тысячелетие все в этом направлении я хотел вам показать как все увязано как все у нас буквально под рукой все находится нужно только посмотреть внимательно и задуматься на все это вот кигу ал-ямин исадя основа исод на которой стоит мир это ямин так хорошо но это мы еще не кончили разбор теперь значит а почему написано кигу ал-ямин исад отта например почему так написано исада не противоречит ивриту но противоречит иногда принципу поэзии потому что мы тут ары цумла тевел вешвейва кигу ал-ямин исад отта и так далее и так далее могли бы почему исада почему так скромно почему такая экономия большая из того чтобы отта написать всего лишь буква гэй не говорится в книге что ясад ясада это ясад основой основа мира основа мира это вот к тому мы идем это определяется буквой гэй значит буква гэй в имени всевышнего так вот имя всевышнего все знают вот подписано большими буквами произносить не надо знать нужно быть осторожным лишнее произносить не надо вот видите прямо написано перед вами последняя буква гэй ее так сказать проявление ее суд то о чем она говорит здесь в этом имени это она говорит то что называется мир про Малхут Малхут это мир где проявлен Акадош Барагун там где он уже ведет мир там где видно что он Мелох когда все признают что он Мелох это уже мир Малхут тогда когда люди думают что Мелох это другой изм и другое что такое это еще это мы еще далеко до всего если мы хотим чтобы уже Малхут проявил себя надо чтобы все человечество не один человек и не 20 человек а все человечество призналось Акадош Барагу Гу Мелох Мелох Малхе Амлахим Акадош Барагу так вот как я говорю так есть сот мира на этом строится основа мира на этом строится что в конце концов все абсолютно признает что он что он есть Акадош Барагу и когда это произойдет очень глубинные вещи у нас опять прямо раскрываются перед нами вы уже готовы понять когда это произойдет когда это будет когда будет пхиатомитивно для чего пхиатомитивно зачем это вся игрушка нужна человек умирает он опять возрождает для того потому что надо было быть чтобы человек с первого момента своего рождения знал бы что есть Акадош Барагу и он правит причем знал бы не в смысле лозунгов может быть лозунги все знают а знал бы на самом деле что это так а никак не иначе потому что до рождения человек это знает так вот акт рождения он забывает надо было бы чтобы он это всегда знал ему дается возможность проживи 120 лет минус формула жизни 120 минус X где X неизвестное число проживи сколько тебе дается и в течение жизни ты узнаешь это ты поймешь это ты и так далее это очень хорошо а я говорю только здесь игрушки и в бирюльки никто не играет или по-настоящему или это будет не то так по-настоящему чтобы это было по-настоящему надо чтобы это действительно было для человека душа совершенно это понимала что он весь это хорошо понимал а он не понял до конца и умер получается что он зря жив выходит что он просто зря жив как-то не печально звучит но что такое зря жив он же не сам родился по своей воле Всевышний послал душу создал ему жизнь значит нужно чтобы эта зряшность ушла чтобы не было такого чтобы в мире кто-то бы не признал Всевышний как сделать чтобы все признали его на самом деле надежно одни это сделают еще при жизни если удастся дожить до конца мировой истории а это может быть хоть завтра хоть через 50 лет хоть через 100 мы не знаем но тот кто доживет он доживет а те кто не дожили пхиятамитин для этого существует в первую очередь очень такие большие садос большие основы прямо сейчас из-за этого пастуха разобрали пхиятамитин существует для того чтобы душа опять вернулась в тело для этого тело воссоздается душа возвращается и нечего сказать потому что все глупости в которых мы живем погружены на всю катушку только макушка еле вылезает а мы все уже погружены в глупости после пхиятамитин когда душа уже пройдет олам габа и возвращается олам азе настолько скучные и неинтересные глупости что нет никакого шанса даже микроскопического что человек который возрожденный снова будет думать глупо он уже видел энер и не будет этой забывчивости которая от рождения происходит он просто наоборот он перемещается в этот мир который в седьмом тысячелетии тоже уже пропитан всем то есть уже нет этой забывчивости и проблем и все но тогда нужно чтобы все-таки телесный человек признал Всевышнего как это сделать дать ему возможность открыть глаза и сказать это и поэтому пророк Ехескель это и видел он видел что все сонмище людей человечество признало Всевышнего именно это он не только июнь а все абсолютно проблем потом что дальше будет потому что как говорится у евреев потенциал необычайно большой и не сравним с другими народами и поэтому спрос у нас очень большой и награда велика поэтому после хиатами для евреев как бы одни возможности тоже зависит от того что мы тут интересного в жизни создаем а для евреев другие возможности они изначально имели духовную субстанцию другую нет нет пока другую духовную субстанцию понятно духовную субстанцию другую и вот эта духовная субстанция она в этот мир не могла войти до Авраама нужно было чтобы человек хоть какой-нибудь признал в Акадошбару сам сам а не потому что ему кто-то сказал это прерогатива и суть Авраама Авина и это величие человека если он сам не признает Акадошбару а потому что его воспитали направили в школу в хорошую он там вырос и выучился и как говорится искренне верит и просит но сам не пришел сам я не призываю к тому что человек бы не знал сливы что там приходил я имею ввиду что любой человек должен сам прийти и это совершенно не важно он там соблюдаешь не соблюдаешь разные пути разные сложности проблемы у людей но прийти надо каждому самому если кто-то думает что он методом недумания придет Акадошбару то он просто очень глубокошный дам потому что недумание для этого ум не нужен а ум дается чтобы человек думал и сердце дает чтобы человек чувствовал и тело дается чтобы человек жил если 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 три элемента он не запускает в работу и прожил 95 лет скажем религиозным человеком и никогда не задумался и наша фахаминка говорится и как можно сказать конечно горько плачет или переживает о человеке который так прожил соблюдающий религиозный человек и не задумался никогда то пророк Ишайяу это назвал митцва мелумада от слова мелумад страдать на поле выученная или я бы сказал вымученная митцва митцва которая вымучена человеком она он ее не думает он выполняет не задумывается зачем ты надеваешь зачем ты тхилин надеваешь зачем ты субботу соблюдаешь как это зачем я всегда ее соблюдаю я родился в такой семье зачем ты книгу эту открываешь понятно надо открывать я открываю зачем ты читаешь надо читать я читаю а что ты сам об этом думаешь а зачем мне думать не надо делать если он думает все элементы ум дается чтобы думать сердце чтобы чувство тело чтобы жить если запускаются все эти элементы то это и есть великий человек это и есть величие человека я только хотел сказать что как религиозный человек может здорово промахнуться нерелигиозный может здорово промахнуться в своей жизни я хочу сказать что ни перед одним человеком нет легких путей наоборот в том муде говорится чем выше человек значимее и чем более величественна его жизнь тем более сложна его жизнь а не тем более легкая чем более величая тем более сложна его духовная жизнь Потому что он понимает нюансы, должен понимать. Он понимает величие вещей и потерю вещей. То есть ему намного сложнее соблюдать, потому что он соблюдает. Каждый момент он чувствует. Тот, кто не соблюдает, это не все. Он делал маленький шаг, это семимильные шаги у него. Субботу начал соблюдать, прекрасно. Это колоссальный рывок вперед. Но по настоящему соблюдать субботу, может еще пройдет 30 лет, пока человек дойдет до того, чтобы соблюдать субботу. А те, кто родились в мире, где соблюдают субботу, может пройдет 50 лет, пока не дойдут до того, что такое субботу. Они всю жизнь имели субботу. А что такое суббота? Ясно, что такое суббота. Ясно. Кому ясно? Мне ясно. А в чем ясно? В твоем уму ясно? А я не думаю. В твое сердце ясно? А я не чувствую. Так не может быть. Мне это дается все. Это все, что здесь говорится в Киву Ал-Ямин Ясада. Он основал весь мир, вот это вот седьмое тысячелетие, и так далее. Для того, чтобы был проявлен Малхуд Нашэн. Вот этот, эй, Малхуд Нашэн. Который будет дано человеку после как я там идти, если он не дожил до… не дожил до… чтоб при жизни это все произошло. И здесь такое, видите, у нас сегодня одни очень большие принципы. Так что я даже, кстати, нужно сказать, даже не думал. Я думал проскочить, но с вами тяжело проскочить. Я думал проскочить это все, а тут мне придется видеть такие вещи объяснять. Еще есть вопрос, что мы здесь зададим, сами зададим, сами ответим. В моих словах звучит так, смотрите, не очень красиво получается. Как будто бы. Значит, если человек доживет до Тхятами Ким живым, значит, у него будет большой сход, большая награда у него будет. Он сможет, будучи живым человеком, победить смерть. Он признает Всевышнему, и после Тхятами Ким уже смерти больше не будет. Значит, он уже никогда не умрет. Значит, человек не умрет. Понимаете? Это заслуга такая. Победил смерть. Теперь. А те, кто не дожили. Например, те, кто умерли 200 лет назад. Или 500 лет назад. Или 1000, или 2000. Они умерли, они потом возродятся. Возродятся люди. Да, да. Тут у нас проблем нет с возрождением. Да. Проблем, что будет после возрождения. Значит, да. Вот они возродятся. И получается, что они не дожили до этого. Они умерли, и у них нет этой заслуги. Очевидно, что среди тех, кто жил 200 лет назад, или 1000 лет назад, есть люди более, наверное, заслужившие, чем те, кто заслужит это. Допустим, завтра это произойдет. Значит, мы с вами это увидим. Какое может быть? Кто скажет, что нет? Мы не знаем. Может быть так. Если это произойдет, и мы это при нашей жизни. И мы это увидим. Получается, у нас будет великая заслуга победивших смерть. Что на ночь мы не умрем. Уже после этого нет смерти вообще не до кого. А те, кто жили раньше, они уже не имеют этого слова. А кто из нас лучше? Выходит. Мы? Какое у нас основание для этого думать? Что мы сделали в жизни, чтобы думать, что мы? Это очень сложный вопрос. Правда? И неужели там, не хочу имена называть, величайших из величайших людей. Получается, неужели они меньше нас? А они же все-таки умерли. Значит, получается, что они не победили смерть. А мы? Если это при нас произойдет. Если не произойдет при нас, проблем нет. Все хорошо. Нам не о чем сравниваться, не о чем спорить. И нас ничего не интересует. Как решить эту проблему? В Иерушауне, в Иерусалимском Сталмуде, в трактате Йома и по-моему трактат Т.А. Один трактат и другой трактат. Говорится вот. Говорит. Говорит. Третар Мегдаш. Говорит. Киилу Ви Средову. Поколение, которое не построило Третар Мегдаш кран, как будто его разрушило. Видите, как крепко сказано. То есть, крепче некуда. Поколение, которое не построило, как будто разрушило. И вот получается, что люди, которые не построили, мы хотели, мы всегда молились, мы всегда были готовы. Это написано, знаете, двенадцатый принцип из Юдгимилы Карим, Рамбама, про прихода Машефа и так далее, Пятым и Тим, все время в это верили, все время об этом говорили, почему виноваты, что не построился храм? Ну хорошо, плохо, но мы же его не разрушали, мы что кого-то разрушали, мы не кому-то мешали его строить, но Хохамив очень смотрит строго и очень вправду, прямо точная правда, раз поколение не построило, значит оно разрушено, потому что могло построить, потому что каждое поколение может быть последним поколением. Нет поколения, которое заранее обречено Всевышнему, не дай Бог так подумать, иначе свободы выбора нет никакого, что будто бы где-то написали на небе, это поколение не может. Пожалуйста, мы можем, каждое может. Раз не сделали, значит разрушено. И тогда последний, то расскажет человек, ну хорошо, это они не сделали, я-то хотел сделать. Просто вокруг меня были люди мало достойными, но я-то был достойный, только мне свист не в свисток, я уже побегу строить храм. Но никто не свистел, так что я могу сделать. Ты должен был свистеть, ему ответ. А где ты был? Я ждал пока, а где ты был во всем деле? Что ты тут делал? Ты пришел в этот мир, в свое поколение, что ты в нем делал? Кроме того, что кушал котлеты и сосиски. Что ты еще делал? Я ждал. Все 13 принципов Рамбама каждое утро повторял. В том числе и 12, про приход Машиэта, и 13, последний, про театр Митин. Я был готов. Но тебя никто не послал в мир быть готовым. Тебя послали мне сделать, а не быть готовым. Мир готов, а ты делай. Мир, в смысле, не человек. Камни готовы, животные готовы. Потому что у них нет выбора. Они только могут ждать. Ты же должен был делать этот выбор. Где ты был в это время? Где ты был, как мы говорим о евреях. Где ты, как еврей, был в это время? А что надо делать? Шистеть и стоки, созывать людей. Понимаешь, как что делать? Видите, как нам непросто. Мы сейчас задаем вопрос, что делать. Вот здесь написано, что делать. Я вам принесли все книги. Вот, смотрите, сколько книг, и все написано, что делать. Не только у Ленина, не только у Чернышев. У нас не гордилось в других книгах. Все написано, что делать. Но чертежей нету хорошо. У словов были чертежи для первого фрама. Очень хороший вопрос. Мы сейчас дадим неплохой ответ на этот хороший вопрос. Сейчас вы увидите, почему. Потому что действительно чертежей у нас что-то нет. Но кто сказал, что мы должны нанять фирму кабланов, и арабы будут нам строить еще Бет Мигдаш, этого у нас не будет. Почему? В Палмуде говорится, что Бет Мигдаш спустится с неба. Наша задача сделать так, что он спустился с неба. Нам не нужно будет совершенно, знаете, кирпичи таскать. Потому что он огнем, написанное, у нас в Тиша Беа вставка, один раз в год читается в Минху. Он есть рей в Минху, один раз в год читается вставка, и там такая фраза есть. Огнем Бет Мигдаш был разрушен, огнем он будет восстановлен. Поэтому все, что нам нужно, только огонь, чтобы мы не были сонными евреями, которые, так сказать, тянут лямку и ничего не делают, если не про нас будет сказано. Знаете, ну так же, ну что, утром встал, и вроде бы живем, пошел, помолился, пришел и это сделал, пошел и это сделал. Значит, а чем, а горение где? Ну, Хрис Балла давно раздувает огонь. Одни же к Торе не имеют отношения, поэтому они только над нами, это, так сказать, то, что они существуют, только издевка, потому что мы должны раздувать огонь, а не они должны раздувать огонь. Они же к Торе не имеют никакого отношения. Как это знать? Мы не понимаем, то, что они раздувают огонь, может быть, этот огонь не приведет к освобождению... Нет, огонь не может произойти от горя. Это у нас, конечно, нет даже проблем с этим. Тут как раз все просто и хорошо. Огонь из тоже каеврейский, потому что только нам была дана Тора, и от нас ожидается огонь. Тому, кому не дали спички, от него огонь не дожает. Кто может солнечные зайчики пускать, это сколько угодно, но зажечь он не может, у человека спичек нет, понимаете, образа, модель. Я тоже в переносном, поэтому я говорю спичек. Нет у человека спичек, поэтому от него огня нельзя ожидать. Зайчики, да, то есть может взять солнце и крутить им, но ничего не получится. Значит, поэтому про организацию Хезбала не будем говорить сейчас, значит, и, как говорится, оставим им тот, чем они занимаются, мы должны посоветовать на то, что мы делаем. Проблема, что мы не разжигаем огонь, проблема, что мы сонные. Проблема только именно по сне человека. В Широ-Ширин говорится, они ищена в любви эр. Народ Израиля говорит, народ Израиля под видом женщины, описан песен. Я сплю, а сердце бодрствует. В этом проблема, что сердце у нас бодрствует. Мы же живой народ, мы, слава Богу, не умные. Но сердце бодрствует, а сами мы спим. То есть вроде бы, когда человек спит, что такое человек спит? Придет врач, так незаметно посмотрит, сердце нормально, все в порядке, слава Богу, спит, живой, жив. Но спит. Я об этом говорю. Что Хезбала пытается разбудить народ. Все нас пытаются разбудить. Они спят. Все нас, не они, мы. Мы, не мы, только мы. Они пытаются нас разбудить. Только мы, хорошо? Нельзя нам говорить, что они спят. Кто это они, это мы. Мы, мы спим. Я задал вопрос в таком смысле. В этом смысле я его принимаю, но тогда я хочу Хезбала убрать как уникум. Все абсолютно гои в мире, только нас будут все время. Почему? Они же не понимают. Но подсознательно все гои знают, что их маломальское спасение зависит только от нас. Пока мы не разбудим себя, значит, они будут пребывать в бесконечной ерунде все время. Они, конечно, умом этого не понимают. Но нутром они понимают, что надо этих евреев, пусть в Толмуде говорится, если бы они как-то понимали умом, они взяли бы каждого еврея за шиворот, буквально так говорится, за шиворот, и заставили бы каждого еврея соблюдать ТОР. И сказали, под страхом смерти мы тебя заставляем. Потому что пока ты не будешь соблюдать ТОР, мы никто, мы вот дребеденье же занимаемся. Только вы, евреи, можете нам, кажется, что-то дать хорошее. А мы хотим дать хорошее. Но спим. Сердце, они, как говорится, люби эр, они шинавы, люби эр. Вот цитата из Широшири. Я сплю, а сердце бодрствует. Сердце у нас бодрствует, а при этом сладким сном спит. Пока утро не наступит. И роса-то самая. Пока холодно тогда. Лучше заранее, чтобы не стало так холодно. Молодые, лучше заранее, чтобы все это было. Кто правота? Ясны немножко, чуть-чуть. Мы задели важные принципы. Пойдем вперед. Продолжаем правду. Итак, Кигуал, Ямиль, Насада. Гей на конце. Белный город и Хоненега. И на этих реках установлен мир. То есть, мухан, подготовка. Ихоненега, слово конен, мухан. Нахон, мухан. Подготовленный. О чем-то перейдет речь. О каких речках, мы тут говорим. Что это за речка? Тут тоже интересный момент. Давайте мы вспомним страну, откуда мы выехали. Вы помните, да? Помните, когда-то мы с вами писали слева направо. Вы еще не забыли это? Забыли. Мы забыли, да? Давайте вспомним, что мы когда-то писали слева направо. Правда? Прочтите Нагородский слева направо. Что у нас за слово получается? Тора. Тора. Нун. Правильно? Читаем привычные с нами посредствия слева направо. То есть, мы видим, что кроме того, что основа мира Иисус на том, что молхуд проявился, и когда это будет раса и все прочее, прочее, что мы уже говорили, я не буду повторять. Но подготовка отца Муха, как это нужно, чтобы человек подготовил? Он должен идти по линии Торы, которая, так сказать, не может быть для него средством, значит, умная книга, он там не читает. А Тора, в смысле, что такое? Нужно стремиться постепенно. Каждый человек, как он может, и по-твоему, подниматься на 50, ну, 50, 50 уровень, как мы говорили, Шарая Бина, 50 уровней Шарая Бина. Если ты идешь этим путем, кто-то здесь скажет, нельзя же никуда прийти, кто добрался вообще, кто вообще добрался? Кто может добраться? Никто не может добраться, о чем мы тут говорим, что мы морочим голову себе и другим, и искать задачи, которые выполнят кто-нибудь. Кто может добраться до 50 уровней вина, постижения мира? Машир Абейну там, где-то там, что-то зацепил, как говорится. А кроме него, кто? Кто ничего? Так что мы себя будем обманывать? И действительно, посуд Гиммел, смотрите, прямо говорит, смотрите, как красиво, прямо говорит, послушайте, кто же поднимется? А мы уже понимаем немножко, что на уровень 50 тоже подняются. А кто поднимется? Никто может быть не поднимется. Вопрос там задается, мы получим ответ тоже, в связи от отношения, кто поднимается. Но по крайней мере, еще не заглядывая вперед, я уже здесь хочу, чтобы у вас не осталось чувства непонимания. Если ты ставишься задачу в Тора Нун, задачу Торы, которая ведет тебя на эти 50 уровни, и для тебя это серьезное дело, и ты действительно так серьезно такие задачи ставишь, ты просто будешь идти по этим, этим путям. И ты поднимешься, не будет такого, что ты не поднимешься. Да, но я не Мошер Абейн, а кто сказал, что ты Мошер Абейн? Тебе кто-нибудь сказал, что кто-нибудь здесь слышал, что мы кому-нибудь назначили быть Мошер Абейн? Никто. Что ты волнуешься, что ты не Мошер Абейн? Если мы заранее знаем, что ты не Мошер Абейн, так что говорит, вот я не могу, я не он. Конечно, ты не он. Ну и что? Ты это ты. Тора для тебя, для каждого еврея, как говорится, была дана. Твоя душа, твоя душа, в прямом смысле этого слова, через предков, так сказать, души предков никуда не исчезли, они в нас находятся, стояла у горы Сина. Ты получил Тора. В чем проблема твоя? Кто говорит, что все евреи это были Мошер Абейн? Мошер Абейн был один. Евреям было 600 тысяч душ. Ты один из этих? Никаких проблем нет. Возьми это серьезно и начинай двигаться. Иди вперед. Поэтому следующий посуды будет положительно ответа. Есть возможность подняться. Мы будем разбирать, но есть возможность подняться. Нет такого, что нет возможности. Пожалуйста, Тора каждому дадите. Но слово Нун это не просто игра в цифры 50. Слово, буква Нун она характеризуется принятием. Она характеризуется готовностью принять. Потому что недаром Майм Тора связан с Майм это Тора говорится в Толуле. Всегда, когда у нас в Танахе говорится о воде, мы имеем в виду еще модель Тора. Потому что вода всегда течет сверху вниз. Тора всегда идет к тому, кто готов ее принять. А если человек дурачится и говорит ты мне сначала докажи, что есть Всевышня, а уж потом я делаю честь Всевышнему тебе, что я буду ее изучать, ее выполнять. Ты мне сначала докажи, ты мне сначала докажи, что надо надевать филиль, тогда я буду надевать филиль. Так я просто не буду. Ты мне докажи, что в субботу надо соблюдать. Когда ты мне докажешь, что надо соблюдать субботу, я сделаю поблажку еврейскому народу и тоже буду соблюдать субботу. Я делаю большое дело, понимаете? Всего я буду соблюдать субботу. Так я не буду. Пока ты мне не докажешь, я не буду. Конец, вы знаете, этого подхода? Простой. Проще некуда. Этот человек доказательств никогда не увидит. Потому что доказательств нет. Потому что не может быть доказательств, там есть Тора. Тора это восприятие гора А, мудрости Вышнего. Причем есть доказательства. Доказательства это игры ума человека. Для этого нет. В математике у нас есть доказательства. В физике доказательств нет. Но если взять, поверить в определенное физическое все, может доказывать некоторые физические теоремы. Только в математике есть доказательства. Но математика это наука обустройства материальных объездов, их взаимоотношений и так далее. Только там и так было. Доказательств о Всевышнем нет. Доказательств о Торе нет. Доказательств о том, что в субботу надо соблюдать не может быть. Потому что нет, это Тора Нун. Или ты готов это принять, и к тебе доказательство тогда и придет. Потому что ты готов принять субботу, тебе придет суть субботы. А если я так встану в позу, и скажу, нет, ты не докажи, что надо кашрут соблюдать, и я тогда буду его соблюдать, ты можешь спокойно продолжать жизнь дальше, ты ничего не поймешь, и никогда не поймешь. Пока у тебя поза, докажи мне. Потому что ты не о том говоришь. Ты не говоришь про Акадош Барагу. Ты говоришь про бирюльки, ты говоришь про камушки. В камушках можно доказать, что два же два-четыре. Акадош Барагу нет доказательства. Грубо говоря, так, он не опускается до доказательства. Он находится выше ума человека. Следовательно, не может быть никаких доказательств. Поэтому здесь называется Ехоненега, Муханут, подготовка, Даварга Нахон, подготовленный, или по-русски говорят правильный, это вошло одновременно нахон, это и правильный тоже, подготовленный. Это только если ты идешь по пути принятия. Я принимаю. Тора, нун, я принимаю ее. И тогда, значит, ставится вопрос Мия, леб, гар, га, ше. У тебя будет все в порядке. Ты поднимешься на все уровни, которые лучше. Никаких у тебя проблем не будет. Только ты должен быть готов принять. И тарак последний, кто есть, скажет, ну хорошо, что значит готов принять. Я не готов, чем я виноват. Я не готов. Но приходит вопрос-вопрос. В этом свобода выбора человека. У тебя и душа, и тело, перед тобой путь, перед тобой жизнь. Готов до вакаша. Все у тебя будет тогда постепенно, по путям. Не готов, оставайся, где ты находишься. И не ищи, не доказать. Проблема только в тебе. В каждом конкретном свече, конечно. И не больше, а совершенно ни в каком. Только в тебе. Или ты готов принять, или ты не готов. Если не готов, значит, ты сделал выбор. Мы надеемся и молимся, что он временный выбор. Что эта тупость не будет продолжаться у человека. Его поза. Поза в дурном смысле. Встал в позу называется. Как маленький ребенок, когда встает в позу. Взрослый человек становится в позу. Ты не докажи, что есть и выше. Ты не докажи, что Тора правил. Ты не докажи, что нужно субботу себе дать. Поза. Поза глупца. Это не поза умного человека. Потому что умный человек, у которого маленький умный. Но только ум. А не опилки. Да, не Винни-Пух. Маленький ум только есть у человека. Он может понимать, куда я лезу с требованием доказательств. Я кому-то требую доказательства и требую с него. Кто-то мне собирается о нем доказывать. Это же опилочное мышление. На уровне опила сколько. Поэтому все, что нужно, маленький ум только. Что с небом спорят, что лес туда я не буду. И никаких доказательств требовать не будет. Я принимаю или не принимаю. Не принимаем, в болоте остаемся. Принимаем. Двигаемся тогда. Бегар. Как это говорится? Бегар Гошен. Кто поднимется? А тот, кто Тора-ну и Хоменега подготовился. Исот мы знаем. Чтобы Исот пройвить в мире. Проверить Малкута, когда он пройвут. Мы это можем. Мы это, так сказать, имеем силы для этого. И для этого мы живем. Мы это можем сделать. Пожалуйста. Подготовка тоже, пожалуйста. Тора, которую ты принимаешь. Ну, пожалуйста. И начинаешь расти, начинаешь двигаться. Начинаешь быть человеком, наконец-то. А потом поставим в следующий раз в Бегар Гошен вопрос. Тоже действительно, там может подняться. Но пока мы расчистили хотя бы дорогу. Если мы эту дверь не откроем. Принятие Торы. Нам не надо следующую фразу читать. Мы поэтому на этом останавливаемся. В следующую фразу Бегар Гошен был, надеясь, через неделю.